Добрый день, обожаемые казанцы. Я думаю, что только по микрофону надо будет, да, так, чтобы вы слышали, что-то вот все. Мы приехали на встречу, проходите. Скандал, пожалуйста, где у нас? Я представлю моих коллег, Денис Геннадьевич Коллег, Голубойка исполнительного комитета и работа инвеститива Искандар Анатольевича и глава Киевско-Московского района Сергея Александровича Герлова. Мы в течение января-февраля проводили отчетные встречи по городу и говорили о том, что сделали в Ковском году. Отчеты бьют, какие вопросы у нас будут на настоящий 2018 год. Очень много вопросов по Салаватку-ПРЭ было, несмотря на то, что мы отчитываем в разных уголках, то есть жителей. Салаватку-ПРЭ становится все больше. Один из вопросов, который волнует на встречах наших жителей, это вопрос мусора перерабатывающего завода. И сегодня я на конец. Денис Геннадьевич, вы ввести свои шаги. А нужно выжигать, но если вам так нравится. Хорошо. Корейли, я могу и скажу, корейли, давайте выскажем. Уважаемые казанцы, рекламент работает такой. Мы всем дадим возможность задать вопрос, поэтому, пожалуйста, если у вас есть желание высказаться, вы поднимите руку, поможем, и вам дадут микрофон, и вы представьтесь, и зададите вопросы. У всех будет возможность задать вопросы. Если вы не успеваете по времени, еще что-то, пожалуйста, оставьте вопросы здесь. Мы здесь, мы никуда не уезжаем, и на все вопросы ответим. Пожалуйста, не надо отвечать. Нет, спасибо, тут никто не включится, нормально. История вопроса. Вопросы утилизации, сбора, вылаза, сохранения, переработки мусора мы занимаемся больше 10 лет. И прошли эту дорогу одними из первых стран, являемся лидерами. Но на вопрос, довольны ли мы своей работой, безусловно, нет. Мы смотрим на то, что сделано многое. В 2009 году мы первыми пустынки-аграбаточный завод построили на поселке Леченко. Организовали сбор, утилизацию, вывоз мусора. С 2009 года мы начали заниматься проектом рекультивации самосыровской свалки. И средства массовой информации, если не хочу, как вы знаете, что на сегодняшний день работа на 85% завершена, свалка закрыта, с соответствующей пленкой, газооходы сделаны. И на сегодняшний день нам закрыто метровым условием грунта. И осталось сделать только чернозем, посадить зелень и превратить его в зеленую комнату на эту зеленую комнату к концу года. Это кора истории всего этого вопроса. Безусловно, мы изучали лучший международный опыт, российского опыта к изучению и копированию, к сожалению, нет. Мы являемся лидерами в пройденной дороге. И на сегодняшний день два полигона химическая недалеко от Новониколаевки, в районе Абург-Синглеса, и второй полигон восточный, в районе Абург-Синглеса, объемы мусора колоссальные. Мы с вами вырабатываем в год 600 тысяч тонн мусора, в день 1600 тонн мусора. На сегодняшний день вокруг Казани под свалками официальными уже 115 гектаров земли. Через 20 лет, если мы будем продолжать в России, а к сожалению, мы растем больше, чем в России, уже необходимо будет 200 гектаров земли от свалки, которые напоминают те гор мусора, которые мы имели на Самосерва, на Восточной химической, или же, во всяком случае, не отправляют экологию, но по-прежнему загрязняют грудь. Изучали мировой опыт, по какому поводу мы с вами собрались, есть инициативная группа, я сразу хочу поблагодарить. Я рад, что не только нам важна экология города и завтрашний день, но важно и неравнодушным жителям, которые сегодня представлены активом Салават Купере, но и кроме вас, жителей других микрорайонов, проявляют озабоченность того, как и где это будет строиться, какая будет добрана технология. Еще раз, вы, естественно, с массовой информацией знаете, мы эту дорогу впервые проходим вместе с вами. Хочу еще раз поблагодарить, что вам это не все равно, что вы неравнодушны, что вы ставите этот вопрос перед нами, и мы вместе с вами будем ставить этот вопрос перед экспертами, перед теми, кто эту технологию придумал, реализовал. К слову, мы выбрали на сегодняшний день, мы имеем в виду РТИЛЕС, компанию, которая наряду с Москвой, Московской области, Санкт-Петербургом и городом Сочи. Казань – единственный город, который вошел в пилотный проект по мусоросжигающему заводу. Таких заводов реализовано 600 в мире, 35% рынка они занимают во всем мире, 200 построены в Японии самой, 200 в Западной Европе и 45 в Средненном стаде Хаммерика. Технология, еще раз, будучи я внимательно ознакомился с теми сомнениями, опасениями, с теми доводами, которые звучат от наших жителей, мы вместе с вами хотим эту дорогу пойти. Мы ее не проходили до нас в стране, тоже никто не проходил, но я уже говорил на прошлых встречах, когда мы отчитывались перед нашими жителями, что пока это не увидишь, тяжело представить, что такое вообще возможно. Поэтому наше предложение, во-первых, мы приглашаем «Достей Инвест» в компанию, в которой правительством России определена как генеральный подрядчик в реализации этого проекта, и мы считаем и просим их на сегодняшний день, от них есть поздное понимание, что работа должна быть полностью открыта. 14 апреля они приезжают на встречу с нами и с вами в составе и руководства, и проектанты, и те, кто представляет эту технологию, ответят на те вопросы, которые нас, руководство гордо интересует, правительство, нашего президента и вас. Поэтому мы уже 14 апреля сможем задать предварительно подготовив все профессиональные и просто те вопросы, которые у вас есть. В этой связи уже, сколько у нас сегодня пятая, через 9 дней эта встреча состоится. наше предложение. Во-первых, я возвращаюсь к тому, с чего начал, я благодарен к тому, что кроме нас, городской администрации, наших коллег из Министерства экологии, Министерства зеленых и строительства, есть устойчивый коллектив активных людей мы получили и Салаварь-Коппере, и других микрорайонов нашей столицы. И мы предлагаем создать постоянную рабочую группу, которая будет в режиме, я не знаю, еженедельного, ежедневного, как удобно, режима работать в этом направлении. И информация будет открыта. Вы будете членами рабочей группы, наряду с нами, наряду с нашими коллегами из Министерства. Экология же, как и строительство, и получать всю необходимую информацию. Более того, мы с вами сегодня говорим о том, что, ну, это как текущее состояние дел. Значит, проектирование под каждую конкретную территорию и строительство завода, если не случится никаких, не дай бог, экономических кризисов и проблем, мы говорим о том, что это год 2022 год. У нас есть с вами 4 года. И очень важно, чтобы эти 4 года прошли и в обсуждении, и обязательно контроль наш с вами. Ну и мы прошли большую дорогу подготовки той работы, которую должны мы сделать с нашими жителями. Это раздельный сбор мусора, это воспитание наших кревых врачей, наших детей по сбору, раздельному сбору мусора. Еще раз, этот велосипед до нас изобрели, но это дорога непростая. Европа, мир, Азия уже прошли, и вот теперь наш черед. При этом, экология является одним из наших 12 проектов на ремонт с опасным городом и других пунктов и тех программ, которые мы для себя приняли. В этой связи я предлагаю мы город науки, у нас большой научный потенциал и большие возможности у нашего Казанского федерального университета и студента Музора уже сегодня провести экологическую экспертизу и сделать замеры в Салават УТЭ и все, что касается предполагаемой территории застройки. И сравнить нынешнее состояние экологии, сравнивать не один раз, а двое, а давайте мы договоримся, рабочую группу определить. Это в любом случае стоит денежных средств, но мы обязательно изыщем средства. И будем замерять сегодняшнюю экологию, какова она, Салават УТЭ, в Ново-Николаевке, в других районах, которые в радиусе вы 5 километров, кто-то километр, кто-то трех. Мы создадим рабочую группу из представителей актива сидящего в зале, из журналистов, из общественников, экологов, из депутатов разного уровня и обязательно посетим те заводы, которые по этой технологии построены в последнее время. Это Копенгаген, три завода, в Швеции сегодня запускается завод, в Швейцарии, Австрии. И у нас будет возможность взять обязательно науку с собой и замерить нынешнее состояние экологии и то состояние экологии, которое сегодня вокруг этих заводов. Вы глазами увидите, мы глазами увидим, на самом деле, когда я первый раз приехал по приглашению в составе мэров городов посетить вот эти мусорки рабочие заводы, ну, по-человеческим воспринимать, если это глазами увидит, очень тяжело. Когда мы приехали, 26-ти градусную жару и поехали к заводу, и я только по трубе бликом видел, что завод работает, а в 400 метров детский садик, в 500 метрах жилый поселок, то а в Вене на крыше один из самых известных ресторанов, куда приходят там все и посетители, и жители, в это верится в трубу. Но, уважаемые наши жители, дорогие казанцы, пока мир ничего другого не придумал. Или мы будем жить в окружении 200 гектаров новых свалок, которые даже Новониколаевка сегодня в километре расположены от свалка химических. Вчера, позавчера, ну, позавчера, я условно говорю, вы знаете, что в Алгарске случилось с детьми, и слава богу, что мы в девятом году об этом задумались, в 2009 и только через 9 лет, ну, 8 лет, в прошлом году мы уже закрыли, смогли решить эту проблему. Поэтому давайте эту дорогу пройдем вместе, давайте зададим все вопросы компании, которые постановлением правительства поручены, строительства и реализации этих проектов. Президент сказал, что кроме положенных экспертиз, которые по проекту госэкспертиза, экологическая экспертиза, мы привлечем лучших городовых экспертов и обязательно посетим, и вы своими глазами увидите, побеседуйте с жителями, которые там были, с вашими коллегами в каждом городе, где строился такой завод, обязательно были активные горожане, которые вначале разделяли опасность строительства мусоросжигающих заводов. Поэтому мы не первые туда мы проходим, но я предлагаю пройти вместе. Поэтому из пунктов нашей совместной работы, прежде чем неотвеченно, интересующие вас вопрос, первого и четырнадцатого числа нашей следующей встречи во главе с председателем рабочей группы, председателем ЖКХ Гене Атолиевым Искандаром Барычем и совпредседателем будет глава Кировского Московского района, мы встретимся с РТ-Инвестом, с компанией, подготовим вопросы, кроме ваших вопросов, у нас есть вопросы еще свои, и на этой встрече она первая, для вас может быть, для нас не первая, что называется степ-бай-степ, мы будем слышать те вопросы, которые сегодня и у нас, и у вас есть. Следующий этап это замеры воздуха силами науки небезразличных наших коллег из университета федерального, из ФТИ, из института грузов, где есть специальные лаборатории, и они расщепляют анализ до мельчайших показателей. Делать это будет периодически во всех населенных группах, которые с этой стороны сегодня, и затем сравним с официальными данными министерств или там отвечающих за экологию структур, которые замеряют воздух в тех заводах, которые мы с вами посетили. Поэтому вот такие и обязательно поедем несколькими группами, наверное, в несколько заводов. Обязательно встретимся, обязательно встретимся и будем встречаться и будем эти вопросы вместе решать. Пожалуйста, представляйтесь, пожалуйста. Меня зовут Павлина Павлина Николаевна. Вот вы говорите, вы начнете работать. Представьте, пожалуйста. Пожалуйста, представляйтесь и я, по-рубе. Павлина 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 Николаевна, я живу в правду жутко, если нахаде. Вы говорите о Казанцах, о Купыре, влага, я это вам прощаю. Мы с Казанцем жарким и мы осеным магом. Мы через посадку живем за посадкой. Это тоже Казань, Слава Купыре. Только радужно. Я сейчас не об этом говорю. Вот вы говорите, мы начинаем. С вами мы начинаем. С вами мы начинаем. Вы ездили, начинайте. Почему само сыр вы не начали? Откройли вы туда эту печь? Хорошо. Вопрос я вам отвечу. Строительство такого завода требует трониколосальных средств, это порядка 27 миллиардов рублей, которые нам отделяют инвесторы. огромное количество электроэнергии, газа, воды, канализования и соответствующих дорозной инфраструктуры, которые не во всех точках Казани есть. И нет 10 гектаров свободно, нет количества тех условий, которые я все перечислил, поэтому выбрана эта площадка. жертву никто никого не приносит. Вы поймите, мы с вами обсуждаем сейчас завод, который позволит нам создать нулевые захоронения не... Я еще вас абсолютно понимаю. Вам сейчас кто позитил, когда и так если спустятся и скажут, вы все равно не поверите, потому что невозможно в это поверить, пока своими глазами вы это не увидите и не побеседуйте с теми людей, которые живут вокруг. Невозможно. Я не собираюсь вас переубеждать, потому что это пустая трата времени. Пустая трата времени. Пока своими глазами не увидите, пока сами не пройдете, пока сами... Вот. Никто не поверит. И я не собираюсь пройти это время сегодня. Переубеждать вас. Я просто хочу сказать, мы первыми в России получим современнейший завод и я с вами разговариваю не только как мэр, я всю жизнь мэром работаю. И буду здесь моя семья, мои дети, мои внуки. И поэтому мы делаем это. Коллеги, уважаемые, я ответить на ваш вопрос. Сейчас по очереди лову, наверное, первым снялась. Пожалуйста. Вы нас вернули, я живу в Казани, район Азима. Уважаемые товарищи, вы говорите, вот мы первые, мы первые. Посты есть, будешь прожидательных заводов. Завод в Владивостоке есть, завод есть в Мингороде. Так что мы не первыми. В ночь первая вторая сентября 17 года на сайт Москокоммуниторинга вступило более 500 звонков с района МСЗ-4 о том, что там невозможно дышать. После этого 16 сентября сайт Москокоммуниторинга по какой-то причине на долгое время закрылся на реконструкцию жителей. Не могли в режиме онлайн наблюдать за количество выбросов. в российских функционерах МСЗ оно такое, что эти заводы пахнут и еще посильнее ядром они пахнут. Это первое. Второе. В 2020 году в Москве имеющимся трем заводам хотели построить еще 10. Об этом есть очень новая информация, об этом есть выпуски хвостей того времени, так вот государственная экологическая экспертиза города Москвы в то время дала такое заключение, что в условиях отсутствия раздельного сбора отходов. Вред от мусорожигания будет больше, нежели вред от полигона захоронения. Потом про заводы в Австрии. Все отлично, завод шпидекал, в центре Вены, на крыше ресторан, шоколадная фабрика, все такое. Возможно, именно поэтому Вена входит в топ-50 стран в мире по заболеваемости раком. Россия почему туда не ходит? По заболеваемости я почерпую непосмертности. Поэтому эту дорогу проходить мы не хотим. Что вы предлагаете? Мы предлагаем цивилизованно внедрять на отдельный сбор отходов. Я понимаю, можно учить детей, можно развесить социальную рекламу, плакаты, жители уговаривают, давайте, ну пожалуйста, но почему-то нигде так не делают в мире. Почему-то в Швейцарии штраф за выброшенный на дороге мысль составляет 6 тысяч долларов. Вы предлагаете такие штрафы в Казани? Я предлагаю вести цивилизованный раздельный сбор. Именно таким образом вы же хотите решить проблему образования отходов. Мы же хотим соблюсти приоритеты госполитики. Приоритеты госполитики у нас такие, что первое сокращение образования отходов. Это вопрос конечно не к Казани, это вопрос к приходу к году. Это правда. раздельный сбор отходов это третье приоритет госполитики. Четвертое приоритет утилизации только пятое это обезвреживание. Сжигание отходов не относится к переработке. Переработка такого термина вообще нет в 89-м ФСД. Там есть утилизация. И сжигание это совсем не утилизация. Поэтому для того, чтобы решить проблему с мусором, нужно ввести раздельный сбор, при том не так, что ну давайте ну пожалуйста. Но мы вас спросим. А более цивилизованно, так как в Европе. В таком случае органики не будет на полигонах. И полигоны не будут гореть. Вы улыбаетесь. Но почему вы думаете ведро в Африке? Нет, нет, нет. Не ведро в Африке. Потому что так. Наши мусор, в который выделяет свалочный газ не так. Именно поэтому так дети отродились. А не от того, что там нету сжигания в Африке. Спасибо во-первых за глубокие познания, во-вторых коллеги, пожалуйста, по очереди. Уважаемые. Хорошо, положите. Положите, пожалуйста. Да, вот дай мне. Мы против. Вы... Очень хорошо. Уважаемые, дайте, пожалуйста, сказать. Сейчас, вот, сейчас. Вот, сейчас. Я внимательно выслушал. Я, во-первых, благодарю за то, что вы так много внимания дому уделили. Мусоросжигающих заводов того уровня и той технологии, о которой сегодня мы говорим, в России нет. Не в Владивостоке, не в Москве. То, что вы привели в пример, это пирогазы вчерашнего дня. В 2000 году вы также говорили, что это стало в будущем завод. Очень хорошо. Вы сказали, что нужно делать. Первое, второе, третье, четвертое. Выжить в Казани. Я на сегодня, мэр Казани. Давайте вместе это делать. Вы же понимаете, что я один в миллион триста тысячном городе. Если вы такие вот выразделяете, дай Бог, чтобы миллион двести тысяч были такие же экологически образованные, ответственные люди. У нас есть четыре года, давайте вместе. Я все не могу внести изменения в Суайзи. Это не Майксю. Я не могу внести изменения в годы с административным правом нарушении и вести штраф в нераздельный сбор для организаций за то, что органически отходят школы и рестораты вывозят на полигоне. Я не могу это сделать. Но вместе мы можем. Подождите, но вы же житель Казани. Мы же вместе я вам говорю, давайте Казань, Татарстан очень много меняет в региональном и в российском законоплачевстве. Мы часто вносим предложения, которые Госдума и правительство России поддерживают. Вы правильно говорите? Давайте, давайте мы все на предложение. И не будем говорить о услугательном заводе. Мы уменьшим количество отходов, мы сделаем полигоны безопасными. Мы добьемся того, что тот автат, который невозможно переработать, что его можно безопасно допонировать на полигоне либо подвергать переработку. Уже сейчас есть технологии, позволяющие перерабатывать 100% мусор, они российские. Давайте к ним обратимся, давайте не я же вам выдаю совершенно конкретное предложение. Никто завод строить не начал. Я говорю, мир придумал вот такую технологию. Вы говорите, вы говорите, давайте пройдем, давайте кроме вас еще дадим, еще много людей, которые хотят. Пожалуйста. Я же сейчас выпустим я вам давайте мне обещал уже Аптодорожные 7 и Салават Попере. Проживали уже здесь 27 лет. Те нарконов людей наши здесь все опасаются, но я тоже могу тебя опасаться, но где-то глубоко, потому что я знаю, вот роза ветром, преобладание розы ветром у нас северо-западом. И вот у нас здесь стоял свина-гоплекс, где 10 тысяч голов поголовья. Да, поголовья. И, знаешь, я просто наблюдал, знаешь, когда идут запахи. Вот, ну раз в год, тогда, тогда восточный ветер дует. Вот. А восточный ветер у нас редко, когда дует. После его, конечно, погода не явится. Плохой сколько. Вот, но я не об этом. И вот, конечно, прогресс не остановит сегодня. Прогресс образования мусора тоже. Да, да, вот, его не остановит. Существует год. Ну, кроме вот этого, есть еще наш круги сегодня. Мы, жители поселка Дея, понимаем, только волнуем, на что? Словак УПРЭ наш построили, наш заселили, все. Но соединение дорог и сети совсем нету сегодня. Нету, поэтому по какой-то руковой дороге с Радужу едут мимо поселка и так как и так 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 я слушал другое можно и давайте ваш вопрос на давайте у вас и так ну все понятно потому что тоже и и и и и и немало важное это так что между Салаватку-УПРЭ и микрорайоном жилым имеется земля сельковского города Российской Федерации вот мое предложение там построить парковую зону для отдыха граждан Салаватку-УПРЭ и частных сельков вот наш как как вот это тоже я очень просто сейчас говорится хорошо я отвечу на вопросы что касается начну с завершающего вопроса про парковую зону такой 5-минутной доступности 10-минутной доступности для жителей и Салаватку-УПРЭ и все кто в округе живут мы делаем на сегодняшний день большую эко-регуляцию системы озер лепяжья мы первые это сделали поэтому на 80 гектарах парковой зоны будут сделаны и благоустройства и возможно для активного пассивного отдыха и зимой и летом и осенью и весной поэтому это будет делаться что касается дорог в этом году будут сделаны дороги на 165 миллионов которые все весь этот объем улучшат снабжение точнее обеспечение транспортной доступности и надеемся раскрутят и Горьковское шоссе и возможность через Оксинтез приезжать сюда поэтому в планах такие работы есть мы это будем обязательно делать ровно как и другие объекты соцкульпыта мы уже встречались с некоторыми из вас в Славах которая будет 1 сентября построена школа на 1224 человека давайте не будем уводить темы спасибо давайте давайте говорим во всеми на то что мы тема будем задан вопрос задан вопрос я на него отвечаю почему думаете вы не более уважаем такие же женщины задают мне вопрос мы же не уезжаем успеете задать свой вопрос поэтому эти работы будут сделаны на 1224 учащихся будет построена школа с двумя бассейнами с актуальными залами соцс у нас домашние все еще что давайте представься они строятся давайте можно можно сейчас посмотреть там я вон вот вы что предлагаете тебе сло не варить что-то мы предлагаем строить между временем завод что-то что-то Да, 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 да. Да, 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 да. Давайте вместе, я же, давайте вместе с представителями, нашими экологиями, еще раз повторяю, у нас большая страна, активные жители, сначала там, потом жители. Давайте вместе искать. Я эту дорогу с девятого года прохожу, я очень рад, что вы сегодня присоединились к нам, что вам не все равно, в какой экологии мы будем жить завтра, но давайте вместе. Нет, понимаете, просто... Я все понимаю, ничего. Уже сказали, товарищ Сошек знал, то, что на воду быть... Прости, как не могу. Пожалуйста. Вы знаете, да, на самом деле абсурдность... Представляйтесь, пожалуйста. Я зовут Игорь Халилова, я представитель... После него вы. Я вам все обещаю. ...за раздельный сбор. А абсурдность, на мой взгляд, в сегодняшней встрече заключается в том, что мы вышли в диалогу, и мы хотим обсудить, нужен ли нам вообще мусоросжигательный завод или не нужен. Потому что, судя по громким отзывам и судя по количеству свердец, которые здесь против этого завода, завод не нужен. А ваша позиция такая... Ваша позиция, к сожалению, такая, что он хороший, он будет экологичный, и я сейчас вам докажу и отвезу вас куда-то в Швейцарю. Гозель, я говорю по-другому. Гозель, я говорю по-другому. Я говорю вам, как мэр, что мы 1600 тонн в день с вами вырабатываем мусор, что горы мусора скоро окружат Казань, и что нам надо находить решение. Нам нужно радио. Я очень рад, что вам надо решение. Я говорю. Мы согласны с этим. Но почему мы опираемся на опыт стран, где среднемесячная заработная плата, например, та же самая в Швейцарии, в переводе на рубри 300 тысяч. Среднемесячная заработная плата такая, когда у нас будет такое общество, когда у нас будет такая открытость, что мы встречи с мэром добиваемся не год, а, например, на следующей неделе можем прийти открыто и встретиться. Я обещал, я обещал, я обещал. А сейчас что делать? А сейчас есть другие спорты, другие стоят. Сейчас я вам включу, включу. Почему вы узнали, что вы приедете только вчера? А никто ничего не сказал. Пожалуйста, можно узнать. Почему это происходит в рабочее время? Почему? Почему ни одному человеку не сказали? Все только из соцсетей узнали. Почему вы приезжаете, ставим ковнику? Почему вы посаживаете таких людей, которых больше интересуют парки, чем мусоро-жигательный завод? Я тоже хочу. Я не хочу. Я не хочу. Гребаных 9 лет. Ровно 9 лет. Гребаных 9 лет. Гевает меня, клялся-пожился, что мой дом сдадут не знаю когда. Мне не сдавали дом. Я получила квартиру. Я стою в садик в очереди. Я не получаю. Вы, слушайте, ну хватит, ну сколько можно бороться. А теперь вы нас решили еще и отродить. Почему я приехал? Сейчас он ответит и вы сразу задаете вопрос. Я приезжаю сюда. Ну подождите. А вы откуда здесь собрались? Подождите. Мы приехали на встречу с активом. Актив, вы? Ну подождите. Давайте следующий вопрос. Да потому что вы живете в Азино, а не слова откроют. А в Азино я приеду. В Азино. Работает не на микрофонах? Да, давайте следующий вопрос. Давайте следующий вопрос. Представляйте. Вы, что касается, на следующей встрече давайте мы пригласим Государственный жилищный фонд и поговорим о том... Я вас сейчас тоже начнут обвинять в том, что мы... Микрофон дайте, пожалуйста. Микрофон передайте. Мы ждали 8 лет, чтобы попасть сюда. Дайте, я местный житель. Уважаемый, давайте регламент, пожалуйста, соблюдать. Мы нас отправили за черту Казани, да, Казань расширяется, все это понятно, но нас отправили все-таки за черту Казани. В других местах на выборы не давали квадраты. Инфраструктура здесь фактически на данный момент, на нуле. Сад, ну как? Детские сады. Подожди, детские сады у нас два, два. На 6 тысяч человек в семье по одному, два, максимум 3 человека. Теперь давайте умножим. Примерно 18 тысяч детей на два садика. Мы должны как, штабелями детей складывать? Одна школа на тысячи мест. Вы извините, конечно. В каждом районе приблизительно по 5-6 школ у нас одна. Дома не сданы. Плюс это нам еще МСЗ переводят. Ну скажите честно, вы издеваетесь над бюджетниками или как? Мы издеваемся. Мы издеваемся. Азина строглась, к сожалению, точно так же. Понимаете, мы старались. Окло Азина 50 лет пылала самосыровская свалка. И Гузель, как человек, который с Азина приехал, она активистка у нас. Спасибо ей, что она не ленится и находит время. Приезжает на все митинги, на все встречи. Но и как житель Азина, она должна помнить, как полыхала самосыровая. И дым едкий доходил до центра города. Мы этот вопрос решили. И то, что мы с вами сейчас обсуждаем, уважаемые жители, мы сейчас с вами обсуждаем. Я рад, что вы неравнодушны. Но мы вместе продолжим находить решения. Пожалуйста, мы следующий вопрос. Мы предложения, которые давайте будем обсуждать. Давайте. Продолжение следует. Я рад, что я вам сейчас... Я рад, что я вам сейчас... Дмитрий Медрагманов. Суббонист, эко-активист, журналист, портал Архиватика. Вот конкретно по тому, что вы говорили, что изучаем опыт Европы и других стран, что можем связать, в том числе, представители и инициативные группы, Когда впервые весной еще об этом зашла речь, я списалась с Джоаном Марк Симоном, исполнителем директора, что лучше посмотреть, как-то они могут содействовать мне в этой поездке и вообще на какой опыт стоит ориентироваться в Татарстане. Я держу в руках ее ответ. И вкратце, она сказала, что с нашим уровнем доходов, с нашим уровнем экономики, нам все-таки революционно будет сравнивать не заводы, работающие в Швейцарии, Швеции или Австрии, а заводы, работающие в Индии, Филиппинах и Бразилии. Я не понимаю, почему вы хлопаете? Такие же русскоразжигающиеся заводы. И со своей стороны они предлагают организовать в том числе и изучение опыта в таких городах Европы, не самых богатых, как Фарма, Люблины. И еще ряд городов, где внедрен раздельный сбор, которые добились максимального успеха в раздельном сборе и переработке в этих городах, которые выделены. И в нашей ситуации иметь мусоро-разжигательный завод, даже если он современный, даже если он последний, самый несовременнейший. Это примерно то же самое, что иметь в Терраре там, где у тебя низкий уровень доходов населения, разбитые дороги и высокий уровень коррупции. То есть эта машина либо не поедет, потому что она в Терраре, среди нечищенных дорог, либо она поедет, разойдет большую скорость и будет смертельно опасно, потому что нет соблюдения и культуры соблюдения правил соблюдения на уровне сжигания, контроля, демократии и уровня, в том числе, отношения полиции и демократических свобод в обществе. Этот ответ я вам не придумываю, я могу вам процитировать, приведите его разжарить. Почему мы не используем этот имя, который с нашим экономикой и тренированием? Спасибо большое за то, что вы... Юлия, спасибо. Юлия, спасибо большое, что вы проделали такую работу. Если вы меня услышали, я как раз и предложил в рамках нашей с вами рабочей группы, в которую я предлагаю вам войти, изучить и Люблины, и Юль, и Парму, и другие примеры. На вопрос зарплаты или на вопрос экономики, городской, республиканский бюджет не участвует в этих инвестициях. Наша, ну скажем, удача что ли, что такие инвестиции приходят к нам в рамках илодного проекта. Но ежегодно 1 миллиард рублей потребуется из бюджета, когда и на оплату тарифа на обезвреживание отходов. Каждый год правительство Москвы платит 1994 рубля на тонну обезвреживаемых отходов в год. В Казани это будет 1 миллиард рублей. Мы будем разговаривать? Очень правильная ремарка. Электроэнергия, которая вырабатывается на мусоросжигающих заводах, она дороже той электроэнергии, которая вырабатывается на традиционном рубле. Самая дорогая электроэнергия. Самая дорогая. Если киловатт в часа 5 рублей, то на мусоросжигающем заводе 9 рублей. Но сегодняшняя ситуация, пусть будет 10, но давайте я еще раз говорю, я вместе с вами только прохожу эту дорогу. Я ведь не специалист по мусоросжиганию, мусоросортировке. Мы пока хотим сделать очередной шаг в экологию города. Так вот, мы будем продавать, если вы перевнимательно читали постановление правительства Российской Федерации, так называемый зеленый тариф, который эти 10 заводов в РАО ЕС в систему по высокому тарифу будет покупать РАО ЕС у наших заводов и всех. И никак это запомнили. Значит, президент и поднимутся. Я ответил на вопрос Гузель. Пожалуйста, я что? Вы читаете правительство, выставляете зеленый тариф. Хорошо, я сейчас скажу. Значит, так, насчет тарифов. Это Караб Вальбер Фаритович, житель Московского района, председатель отдела общества Татарстан. Вот тут как раз насчет энергетики вопрос там очень хорошо. Дело в том, что по оценкам Гринпис электроэнергии, получаемой на мусорном заводе, где-то в 16 раз больше, чем на ТЭЦ на ГЭС. Во-первых. Во-вторых, насчет зеленого тарифа. Вы как думаете, он организовался? Он за счет нашей организовался, за счет жителей. Дело в том, что они, лоббисты мусоросжигательного завода, смогли протолкнуть в план по мощности, вырабатываемый на возобновляемых источках энергии, тариф для мусоросжигательного завода. В смысле, объем мощности, который они должны вырабатывать. И за счет этого объема сократили планы для ветряных электростанций и для фотоэнергетики. Представляете? Вот такие у них лоббистские возможности. Хотя вот рядом у нас, в Ульяновской области, в прошлом году уже должны были 30 мегаватт на ветряхах сделать. Два ветропарка по 20 мегаватт должны были выстрелить. А у нас здесь запустим мусоросжигательный завод и прощай, как сказать, жди, когда еще у нас вот ветряки поставили. Хотя по плану должны были тоже на 50 мегаватт здесь. Но так как мощности пойдут на мусоросжигание, остальное, ребята, вы подождете. Во-первых, во-вторых, тут вот все говорят, и по телевизору показывали, и недавно несколько дней крутили. Наверное, все вот видели про это мусоросжигательный завод. Что вот все, вопрос решен, это самые лучшие технологии. И тут там мультфильм нам показали, и разные столицы Европы. Легкие банки, а кто-нибудь спросил у народа, то есть они даже сказали, говорят даже, по крайней мере, что земли уже продались. Да. А кто-нибудь спросил у народа, у того же хотя бы у казанцев. Я уже не говорю про Катарастан, про Реген. А то чем? Это все, да? Нужен ли нам этот мусоросжигательный завод? Нет. Может быть. А кто-нибудь. А кто-нибудь. Нет. 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 Правильно. Давай, 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 секундочку. Секундочку, секундочку. Ну вот. То есть, этот вопрос, как сказать, вообще не задается, ставится перед фактом. А с другой стороны, а почему в том же фильме и вообще? Посмотрите СМИ наши, посмотрите телевидение, посмотрите наши газеты, журналы, где хотя бы один раз бывает, как его предложено, у Ани переработали и утилизации мусора. Нет. Да ни разу не было, кроме вот одной маленькой газеты с небольшим тиражом «Звезда по ложе». Вот она иногда только печатает наше обращение, наше, как сказать, восприятие. И все. Зато по телевизору нашли время ТНВ. Несколько дней подряд гнать этот фильм, говорить, вот, мол, столица, как хорошо живут. А где альтернативы? Почему про переработку не говорят? А почему не говорят о том, что комиссии европейского сотрудничества приняли решение отказаться от мусора, и не ожидать даже завода. Об этом молчат. Потом дальше нам говорят, как так? Как же так? Вот наш народ тупой. Они разве смогут сортировать? Кто будет слушаться? Вы что, забыли что ли? Кто вот пожилых здесь есть? В советское время все собирали. Вы что? Даже пищевые отзывы. А сейчас, какие мощные технологии, они дерево переведут для отхода и удобрения для сельского хозяйства. Совершенно верно. Вот, это не то, что было 40 лет назад в советское время. Сейчас технология намного порядка выше. Почему Европа перехват отказать за пусы на сжигательных заводов? Почему Еврокомиссии перешли, ведут такую политику? Да потому, что они поняли, что их ведет к раковым, болезням. И сейчас технология так мощно скопнула вперед, что переработка, вопрос просто, он намного дешевле будет, чем эти 23 миллиарда рублей. Дело в том, что необходимо как раз требовать переработку. То есть сортировка и затем переработка. Вот это требует от правительства, пусть создает по-новому. Секундочку. Не правительство, пусть там-то мы вместе с вами. Ну, отлично, отлично. Давайте снова обратимся. Секундочку. Давайте обратимся, давайте обратимся к правительству России, к правительству Татарстана. Надо по-новой создавать промышленность по переработке отходов. Собирали все, букваратуру. Это как на железо. Почему уже нам не внедрить на наших казанских заводах хотя бы оборот стебельной тары для молокопродукции? Это же было в советское время. Все, давайте по-новому. Во-первых, во-вторых, почему бы нам не отказаться от тары на основе полиэтилена? Ведь многие страны отказываются. Вот были, допустим, целые столицы, и там значительно больше касают народ. Живет с 1 января этого года, они запретили одноразовую посуду. Почему бы нам в магазинах, как в Париже, установить такой порядок, чтобы никаких полиэтиленов в пакетах? Это же решаемые на уровне города вопросы. Вот, давайте, пойму, переработка отходов, раздельный сбор, переработка отходов и никакого мусорожигания. Мусорожигание, мусорожигание, это в прошлый лет, 50 лет, 60 лет назад в Европе стали дышать, но в советское время берегли ресурсы. Хорошо, Владимир Владимирович, давайте мы, давайте, мы вас услышали, я что предлагаю? Альфред Владимирович, спасибо вам. Что предлагается? Мы сейчас с вами, с чего начали разговор? С того, что мы проходим дорогу первым мием. И вы же не предлагаете перестать, перестать, Альфред Владимирович, я вас послушаю. В новое время, столько мусора не было, пищевых отходов, мы тоже все вместе с иногеном собирали. Надо организовать работу. Я понял. Альфред Владимирович, вы готовы в состав Нарочной группы войти и вместе с нами, Гузель, Юлия, Духин? Готовы вместе с нами? Готовы при одном только условии. Вы кто-то забудет строить? Пиши, пиши, пиши. При одном, при одном только условии. Чтобы работа этой рабочей группы была открыта для любого желающего. Любой желающий мог прийти, посмотреть, как это работает. И чтобы она постоянно освещалась в СМИ, в телевидении. Притом, не тенденциозно, как сейчас. Только вот нет альтернативы, только сжигание. Нет, чтобы равно было. И альтернатива показана была столько, сколько надо. И мнение народа, чтобы была освещена. А не так, не между собой, а вот настоящая работа комиссии подкрытых. Вот я здесь не вижу никого из Залесного. Все чутсайзены. Почему вы считаете, что вам восторг? Вот вы говорите. Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий. Я вас слушала. Вот этому радужному, и Салаватску, сколько лет. И вы обижаетесь, что у вас два садика. У нас Залесно, вот только-только третий садик за предыдущие. У нас дети по домам сидят. Одна школа. У нас одна школа. Две смены за школу. Вы что думаете, меня тут же не беспокоит этот завод. Очень даже беспокоит. Мне хотелось бы, конечно, убедиться, что там экологически чисто все. Что будут какие-то заслуги, какие-то очищения. Ну, помните, я пришла на встречу с мэром города. Я пришла на встречу, а у меня есть куча проблем. Куча проблем. Живя в городе у нас до сих пор нет канализации. А вот я вас смотрю, вы все играете. Вы все только орете, фотографируете, чтобы потом отчитаться. Раз за год! Раз за год! Вы не учат, потому что у нас нет канализации. У нас частный секрет. Раз за год! Раз за год! Раз за год! Раз за год! А за вывод в тысячи шестом. Раз за год! Подставная! А это митингвиль. Не уводите от темы! Да, давно уже стоят. Слышно? Я просто обычная жительница в Саваратуре. Мне 35 лет, и мне открылся. Я последние 10 лет, в момент, в категории работала в банке. Банка Казанки, который назнулся, и наш Катурбанк. Меня когда туда брали на работу, все говорили, что банк у нас такой. Банк для этой работы. Банк у нас, правительский банк. А где этот банк сейчас, скажите, пожалуйста? А где деньги есть, скажите, пожалуйста, в какой-то потерянный миллион. А мы тоже прикрывались, Банков. Вы не говорите, что мы вам поставим лихры хорошие, никакого вреда. А давайте вы, вашу семью в радиусе 5 километров, поселите около этого завода. А где-то, 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 где-то. Готовьте, конечно, живу. Если вам это будет убедительно, я готов Николай. Готовьте, 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 Готовьте. Муниципалитет за банковскую сферу не несет. Также вы построите этот завод, Готовьте. Экология – это наш вопрос. Геоксины нам не знают, что нам будет вырабатывать. Вы будете похвать как крысы. Мы уважаем. Спасибо, Бэру нашему. Спасибо. Бэр, чтобы не дохли как крысы, мы первыми в России рекультивируемых свалку, захороним 46 миллионов тонн. Вот это моя работа. Это моя работа, которую я как мэр сделал для того, чтобы, как вы говорите, не дохли как крысы гузель, которая специально из Азина приехала. А от Самасырова никто не дохл. Но спросите у Константиновки жителей, спросите, спросите у жителей Константиновки, как они там жили в Туги и Готове. Поэтому, уважаемые, поэтому мы решили один вопрос, экологическую проблему Самасырова. Это бомба термоэнер, на которую решили. Я предлагаю, я предлагаю, вот из любого нашего, во-первых, о чем мы спорим, я вместе с вами имею какие-то сомнения, которые я задам в составе рабочей группы, и как мэр, и как житель, и как многодетный отец, и теперь уже дедушка, задам эти вопросы, на которые я хочу получить ответы. Что я предлагаю? Я это сформулировал. Давайте 200 рабочей группы. Мы сейчас что пришли? Голосовать, что ли? Мы пришли обсуждать проблему. Я вам, как мэр, говорю, проблема громадная. И она растущая на 5%. В тысячах тонн растущая. Не в килограммах, не в кубометрах, а в тысячах тонн. И поэтому, если бы она была шеркомпера, как Альфред Валерийич сказал, вспоминая советскую площадь, вспомните ворфологию мусора. Скорлупа, кожура от картофеля, газеты и что там еще? Максим, что там было? И что сейчас в мусоре? Вот тем более сейчас надо... Мы о чем говорим? Мы о чем говорим? Я говорю о том, что... Сначала нужно вводить сортировку, только потом... Вы сортируете дома? Вас как зовут, уважаемые? Как зовут Альбина? Альбина, давайте к вам домой пройдем. Вы сортируете мусор сетчика? Я сортирую. Я сортирую. Здорово, Альбина. Сначала нужно ставить вопрос... Альбина, Альбина... Только после этого мы будем ставить вопрос у строительства дохода. До 85% в мусора в Европе сортируется, и только остатки 15% сжигаются. Альбина, вы сейчас кому? Кому сейчас, Альбина, дорогая? Нас нужно сжигаться. Все. Нет. Понимаете? У нас мощность работы 550 тысяч в год. Нет. Да, и... Ну, я еще раз вам говорю. Альбина, вы сейчас кому? Мусора 550, дайте я скажу. Давайте. Ежегодная выдача мусора населения 550 тысяч в год. Сонка, что ли? Пусть 600. Мощность завода 550 тысяч в год. Так получается, у нас все будет сгорать на этом заводе, так? Нет. Либо мы будем завозить мусор из соседних регионов, которые у нас будут сгореть. Мы делаем мощность завода с растущей, с растущей потребностью. Этот завод не подлежит остановки. Этот цикл запущен, и мы когда-нибудь останавливаем. Поэтому не нужно нам здесь сейчас говорить о том, что он делает. Что без введения в России тотального раздельного сбора мусора невозможно сжигать. Мусор сжигательные заводы противозаконные. И по закону об отходах производства. И по всей логике и разуму. Мы здесь с вами разумные люди. И не нужно из нас делать дураков и говорить, что давайте ставить завод. А 4 года нам, пока его будут устанавливать, нам дается для чего? Для того, чтобы внедрить сортировку? За 4 года сделать это невозможно. Европа ждала к этому 20 лет. 20 лет шла к Европе к этому. Но я вам спорю насчет того, что я свое население уважаю и ценю. И я считаю, что то, что Европа прошла за 20 лет, талантливые наши, понимающие казанцы, могут сделать и за 3 года. Вы еще ничего не сделали на уровне правительства для раздельного сбора отхода. Ничего не сделали! Нет, а вы чего не можете, я не понимаю. А что ничего не сделали? Нет. Подождите, вы? Вы что, здесь все 300 человек дома разделили сбор мусора? Вот вы у нас, а вы у нас наступали. Нет? Пока нет, правильно? Вот Альбина говорит, что она уже разделила. Я что предлагаю? Давайте сделаем разделить. Альбина на таком эмоциональном порыве говорит, что мы должны внедрить в раздельный сбор мусора. Я говорю, что с горожанами что-то. Условия мы уже создаем. Условия мы уже создаем. Давайте мы сначала внедрим фактировку. На это уйдут годы, возможно, десятилетия. И только потом мы будем ставить вопрос о строительстве завода. Сейчас где-то еще десятилетий год. Пожалуйста, пожалуйста, дайте игру. Дорогие друзья, я запрещаю. Дорогие друзья, я запрещаю. Я живу из самого поселка Осийного участка, который выходит в сторону этого завода. Вы говорите, что мы утонем в мусоре. Строительство этого завода, я так понимаю, не подносится как крайнюю меру, единственное возможное. От того, что мусор у нас собирается... Он будет расти. Я считаю, что надо не бороться ни с последствиями, ни от причины. Причина элементарная. Люди производят в год 600 тысяч тонн мусора. Вот это причина. Контринеры, которые стоят в отдельном углуаху, в отдельном пластике, их вообще очень мало по городу. Здесь организации их собирают. Идешь туда с пластиком, они начинают убраться. Эти пробки мы не берем, эти бутылки мы не принимаем. Нам надо определенные. То есть как таковых мер вообще нет. То есть, ну, сейчас получаю, что за небольшую эпоху, так скажем, в нашем остановлении государства собралась огромная куча мусора. И вот везде, так скажем, проникала формулировка инвестора. Инвестор, как таково, он вкладывает деньги. Он вкладывает деньги, чтобы заработать. Получается, кто-то хочет заработать на мусор. На мусор. Ну, а как? Да. Ну, хорошо. Открутит на полную экономическую сторону вопрос. Кто может, кто заработал и какие будут последствия. Амир или Домир? Домир, уважаемый Альберт. Фаридович, Альфред Фаридович, Альберт Фаридович предложил то, с чего я и начал. Вот вы, Домир, хотите узнать всю документацию, бизнес-план, я вам говорю, войдите. Давайте, конечно, давайте сделаем эту работу открытой для средств массовой информации, для всех общественников. Давайте, я вам предлагаю, войдите в этот совет, и давайте вместе работаем. Давайте, все. Пожалуйста, дайте другим тоже дать. Альберт Ирекович. Давайте, мы вас послушали. Альберт Ирекович, дайте, пожалуйста, другим тоже сказать. Значит, я живу как раз после самосудской свалки. И как вам там жил, Ольс Антон? Которых сейчас там три штуки, выговорить, что мы свалку уже закрыли. Ну, их там еще две. Сколько лет вы уже знаете, даетесь мэра? Ну, 12 лет. 12 лет. А каких успехов вы достигли в области переработки и сортировки отходов? Хорошо. 4% уровень переработки отходов от Остана. Но я не могу... Мусоровозы ездят несортируемый мусор, несортированный. Они госят напрямую на свалку. Весь год это станция Бревченко. Антон, а где бы нас сегодня еще сделали? Мы лидеры являемся... В Саранске. Давайте съездим в Саранск. Давайте съездим в Саранск. Давайте. Давайте. Вы же отказали ремонт. Вы же отказали ремонт, когда они покупали пожертвыка. Вы же отказали. И отдали РТ-инвест. Вы вводите в заблуждение и... Не дезурируете то, чего не было. Если вы предлагаете съездить в Саранск, я готов вместе с вами поехать посмотреть лучшую практику. Хоть Сан-Франциско. Но это слишком далеко. Мы... Предложим, когда я вам говорю, от лица, 30 тысяч человек. Это 10 тысяч, которые поставили жилые подписи, бумажные, да? И тут 20 тысяч человек поставили подпись электронную митингу. От лица, что 20 тысяч, я говорю, что мы вам не доверяем. Мы вам не доверяем. А более того, мы предполагаем, что у вас имеется свой личный интерес в этом проекте. У меня... И мы не хотим вас отмечать, мы просили отмечать, что там мы органилимчат. А вам инфуция доверяем. Хорошо. Антон, у меня есть личный интерес, как у мэра и как у жителя, сделать экологию города, чьи-чьи. Потому что я в этом городе... У вас сколько детей, Антон? Я один. А у меня четверо, два внука. И мне не безразлично, в каком городе они будут жить и какой колыбе дышать. И вот этому самый главный интерес. По очереди. Ну, я по очереди, я прошу вас. Пожалуйста, вот, 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 вот. По очереди, пожалуйста. По очереди, пожалуйста. По очереди, пожалуйста. Ишит время, арбат. Ишит. Меньшу шефаси, алупта, хырт, еш-яғ, еш-н. Бабалар мусыдын, дурт, баба мусыдын. Хазихин, тызларын, еш-сей, бабалар мусыдын. Мирэ, бэз, дымэп, еш-шо, ордит, бастырюн, бэдрабыз, Аль-магаршин, дыжа-гэгэгэгэгээ, Эх-эзэ, нору, дыгэн, николаевки, янында, Аль-магаршин, дыжа-гэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэгэг Мы очень часто ездим по арксинцевской дороге по девчонкам. У нас от заводного вода, от моста, до Бибикрада, вообще пришать невозможно. Раньше, как есть, по ружне, мы туда ходили по лыжному, так сейчас по ружне проехать невозможно. На территории арксинца построили там этот завод, там тоже бусорожжеляющий. Эта женщина сейчас только что сказала, что что-то построили, там воняет. Сейчас воняет арксинца, он и так уже не знаю как. Мы сейчас оказались здесь просто в яме. Если мы еще отнимемся на бусорожжеляющий завод, мы просто в сердце нажмемся и население просто погибнет. Здравствуйте, пожалуйста. Минуточку. О чем в выступлении предложил, если помните, начать с экологической экспертизы той местности, в которой вы живете. Понять, какие до сегодняшнего дня они здесь, ну, нами инициировались. Вот я предлагаю об АМТ, друзья АМТ, что дыхать нечем, давайте вместе с министерством экологии, с представителями федерального нашего университета и Стута Арбузова сделаем замеры. Сделаем эти замеры постоянно. Узнать, какие объекты на сегодняшний день воспроизводят большее количество, выбросов в атмосферу. Вместе с вами, как Альфред Фаридович сказал, в открытом доступе к сообществам, со средствами массовой информации обсудим, дадим этому оценку и договоримся, что делать дальше. Микрофон дайте. Пожалуйста, по очереди, Альфред. По очереди. Послайте, пожалуйста. Послайте. Я застаниваю полок доказ одного из во времена университета. Скажите, пожалуйста, вы предложили делать замеры мониторинговые, как я понимаю, на предполагаемые площадные строительства мусоровжигательного завода. Какой смысл в этих замерах? Во время строительства завода, выросы там будут ровно так и же, как на любой строительной площадке, как в словах Кунгере, как на новом строительном объекте. Эти замеры не покажут вам, насколько опасен завод в процессе его эксплуатации. Какого эксплуатации еще не будет идти. Вы меня не услышали, Надежда. Я вам отвечаю. Я вас услышал. Я вам отвечаю на ваш вопрос. Я вам предложил, тем более вы ученые, понимаете, о чем я говорю. Нынешнее состояние экологии замерили Осиново, Радужный, Залесный, Новониколаевка, другие. И кто? Московский район вот уважаемый житель здесь замерит. И затем паровые. Хорошо, давайте паровые. Что? Дмитрий, не надо. Мы вас послушаем. Надежда. И потом у вас, тем более очень хорошо, что вы эколог, ученый, житель, я так полагаю, кто паровый? А где? А где? А где? А где вы живете? В Казани. Ну, просто я спрашиваю. А где? Приволжский район. Приволжский район. Хорошо. Я не против пойти в пробку, но я не понимаю логически, что вы сделаете с рамой. Давайте. Вы сделаете с рамой одного из Швейцарии? Это не зовут Швейцария, это отдельный объект. И одни из его опасностей может только тогда, когда он будет построен и будет запущено в холода. Так, я говорю, Надежда, я предлагаю вам сделать замеры в Копенгагене, в Швеции, в Австрии, там, где и вам принять участие, как ученым. Я так полагаю, я так полагаю, мы вас уже послушали, я предлагаю в рабочем режиме эти вопросы. Пожалуйста, молодой человек. Можно? Пожалуйста. Меня зовут Карим Сераев, я житель Галаван Берет. Ну, по работе, наверное, я столкнулся со ситуацией, можно разжигать на заводе, изучал именно непосредственно знаком с строителем Карим Сераев. Вот. Незнакомый непосредственно с человеком, который строил завод в Подмосковье, при Ушкове. Вот. Получил следующую ситуацию, когда он, ну, это реальная история, а до этого просто любого мнения не было, пока я не познакомился конкретно с человеком, который мне рассказал. Вот. Как раз предлагаю, ну, может быть, какую-то встречу организовать. Ну, у него есть руку с вами. Вот. Он говорил о том, что строили это все на мусорке. Завод Пушков как-то, ну, смеялся. Он говорит, экологи, например, с заводом, говорят, слушай, вокруг меня еще будет поселок строиться. Что произошло? Построили мусоросжигательный завод. Экология мусоросжигательного завода, она менее, ну, то есть, намного чище, чем свалок. Что получилось? Сейчас вы будете кричать, что посолок, я спрашиваю. Обычный житель. Смысл? Что произошло? Они планировали построить много мусоросжигательных заводов, но так как мэра Лужкова сняли, это не произошло. Мы сегодня получили волоколам. Просто хранилище. Начали приезжать в разные города, то есть разделили горы, он мне рассказывал, и начали просто тупо вываливать мусорки, и вот эти мусорки, они дают огромное количество отходов, больше, чем обычный мусоросжигательный завод. Это не правда. Да, и это опыт США, разделили, у нас несколько решений есть, мы тоже по поводу экологии думали. Есть решения по разделенному переработке, но это нужно делать примерно на площадках в районе каком-то. Допустим, человек должен... Это полезно! Дай мне сказать. Дай мне сказать. Дай мне сказать. Объясню про логика. Когда, если не перерабатывать мусор, то его вводят мусоросжигательные спорники. Он ему присутствует для того, чтобы снизить затраты на перекоску, на логистику. Когда уже скомка на логике, оно уже практически переработке не подлежит. 20% всего лишь переработки подлежит. Оттуда можно менять металл, пластик и все остальное приходится сжигать. Это неправда. Это факт. Это неправда. Это неправда. Есть такой план, что можно взять площадки в районах. Есть такой план по соответствующему мусоросжигательным заводам. Есть профессионал, я не голод. Есть человек, который строил эти заводы. Есть опыт. Может быть. Спасибо. Карель, спасибо, во-первых, вам за конкретные уже предложения. Спасибо вам за то, что вы потратили время и пообщались с теми людьми, которые реализовывали эти проекты. Еще раз подчеркиваю, вы абсолютно правы, что даже от этого вчерашнего дня по технологии мусоросжигающего завода вреда меньше, чем от открытой свалки. Это неправда. Это неправда. Значит, что? Вот смотрите, уважаемые, мы с вами уже говорим полтора часа. Поступили предложения. Пожалуйста, давайте, скажите. Представьте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Салават. Казань. Я вообще люблю Россию. Я горжусь Россией. Я патриот своей страны. Я люблю Казань. Я когда приезжала в Казань, я мечтала о великом будущем своих детей. И у меня, я не буду пересчитать, сколько у меня детей. У меня детей очень много. Он. Он. Другие. Все дети. Это мои дети. Мои ученики самые лучшие по хореографии. Мои дети на собаку их выступают самыми лучшими. У нас, мужчины, самые крепкие и самые замечательные. В Сугаизович. Мы с вами не раз открывали школы, не раз открывали садики. Таких садик нету в других регионах, может быть. Я видела другие регионы. Самара, Тольятти. Но, знаете, когда человек рыдает, как бабушка, как женщина, я рыдаю с ними вместе. Понимаете, сердце разрывается от того, что просто услышит. Дорогие жители казанцы, строить будем? Может быть. Но не здесь. А далеко-далеко за чертой Татарстан и Уфа. Татарстан или что-то. Там, где нет населения. Или давайте все вместе, как вы говорите. Давайте в группу. Вы сейчас к мне тоже самое предложите. Мне нужно детей кормить, и я учеников своих бросать не хочу. Я выращаю своих детей в своих учеников. Я их воспитываю. Мне нужно этим заниматься, потому что я патриот своей страны. Мне некогда, я не экономист, я не ученый, я в правительстве не работаю. Я простой патриот, который жалко слезы, слезы детей прежде всего. И это вы должны услышать, когда кричит женщина очень далеко от нервного взрыва. Видно же, пониже видно, что это крик души. Когда день, которому осталось еще лет десять, и он умрет. Женщина, папаша, с inspection тем, что все существует. А мы с Мазушма! Существу, можно пожалуйста! Существу, можно пожалуйста! Если вы хотите построить, вы хотите, пойдемте с нами в группу, будем вместе исследовать, Швейцария, а когда мы детей-то будем кормить и воспитывать? Это наши дети! Мы за детей, за казарских детей, за российских детей! Мы против завода, который будет строить именно... А мусор куда будем делать? Мусор? Вы давайте ответим на вопрос, я отвечаю. Барабанно говоря, вы знаете, давайте я хочу сказать. Вот вы много спрашиваете, вы с какого угона уже... Я, допустим, общественная, уже 15 лет. Вы 2009 года, как вы сказали, с какого года, мэр? С 5-го, чемпион, с 5-го года. Вы же об этом рассуждаете правильно же. У вас все равно, по сравнению с той женщиной или с той женщиной, которая лежит и кричит, у вас разум другой, у вас мысли другие, у вас информация рядом. Рядом с вами, рядом с вами бумаги, рядом с вами помощники, которые поможут, если подскажут. А у этого мужика сегодня есть зарплата, 20-30 тысяч рублей. А завтра он даже говорит, пап, ну купи мне, а у него нет. Он говорит, балабанно. А что у него, какая проблема? Проблема? А что у вас у всех? Нет, нет, всего он жив. Мусор считательный салон. Я сейчас говорю, какая проблема заработать, если он жив-здоров, зарабатывает денег на своей семье? Здесь собрались, здесь, я считаю, здесь собрались бюджетники, собрались рабочий класс, в котором мы же помогаем России. Предложение как уже? Предложение, пожалуйста. Мы же касаемо предложения, что нужно распределить, во-первых, эти, ну что, сортировать, прежде всего. Хорошо, а я, я разве, не об этом же говорю, что давайте начнем всем городом сортировать. Я вас не огняю, и еще у меня один вопрос. Я долго здесь стою и на столе слушаю, да, и у меня даже один вопрос. Почему сначала телевизор мне сказал, что скроется забор, а потом вы приехали и говорите, мы с вами, давайте решать, давайте нам группу. Я не смогу, к сожалению, с вашей группой, но я с вами не буду на какие-то дела делать. Открывать школы, открывать садики, создавать настоящих спортсменов, признающих поцелов в Киеве, которые вы еще будете гордиться, правильно же? Аминь, дорогие Алланы. Аминь, Алланы, Пистяш, народ, я против Завода! Против! Пожалуйста, представьте. Добрый день, меня зовут Унар, я живу в 15-м вае. Добрый день, я с соседками с вами. Вы поговорите про рождение закрыва музыка, что это начинается от нас. Это строительный район, частные сетки. По улице Давыдов ставят три эмоциональных контейнера. Они всегда на виде петуха, выбирают плохо. Я не уверена в том, что вы поставите раздельный контейнер. Да, мы будем собирать раздельный, но будет ли это с вашей стороны? Мы хотим этого. Уважаемые, давайте, в самом первом, живой сектор. Во-первых, вот Антон сказал, что в 12 лет я ничего не сделал. Когда я приехал в Казань, в 120 тысяч населения Казань, живущих в поселке, в Залесном. Кто у нас залезла? Вот, уважаемая, Алпа живет там. Мусор вообще не вывозился. Не было. Правильно? Сейчас, Бульнароди, сейчас, чем мы сталкиваемся. Вот я к вам приеду на улицу, давайте адрес запишу, и мы вместе с вами пойдем. Кто согласится, для нас же целая беда, прийти и получить согласие. Все говорят, около меня не ставь этот контейнер, идите туда. Так, нет? Нет. Так? Поэтому я к чему? Я к чему? У вас это были даст. Можно я скажу? Да, пожалуйста. У нас ставят, по улице, дорогу, три мусорные точки. Три мусора. А знаете ли, самое неудивое, это обратно. Там всегда собирается мусор, выходят. Там всегда собирается душ, вода. Не подойти к контейнеру, да? Правильно, человек идет и просто бросает. Почему? Потому что не подойти к контейнеру. Вы вначале создайте руки так, чтобы все это было нормально. Потом утром идти. Хорошо, Гульнар, ну давайте не будем далеко ходить. К вам на улицу приедем и с вами вместе, вот вы, спасибо, вы активист, приехали сюда, с вами вместе постараемся вместе трех контейнеров поставить, ну, хотя бы еще до десяти штук. Невозможно это будет. Почему? А потому что там нет места этого. Потому что каждый забор уже вышел на улицу. Так я вам задаю вопрос. Могу я без вас, без населения, на вашей улице навести этот порядок и сделать? Есть ясно? А также нам, а также нам отчасти, набирать мусор. Но я не говорю, что, девушка Альбина, Альбина права, что эту дорогу годы, там, десятилетиями люди проходили. Но, давайте, давайте, а я что предлагаю? Я одни не пойду, вы одни не поймете. Сейчас уже вопрос, по стороне. Вы просили, вы же уже площадку мальчика делали. А мы просили. Значит, давайте так, смотрите, мы с вами уже достаточно, одни и те же, достаточно. Пожалуйста, вот молнивый человек с ребенком, знаете? Надо вопрос, садик, два садика, на то, на весь саловат, это очень мало. Можно увеличить, конечно. У наших планов, по тем плану, я услышал вопрос. На сегодняшний день у нас тысячи человек в очереди. Дмитрий говорит нам, что деляем. На самом деле, тысячу человек, включая те, кто только родился. У нас 560 или 540 мест? Я вам говорю, 560. Что-то есть, потому что многие не переводят, потому что боятся потерять там место, где сейчас... Дмитрий, если бы только от нашей желания, или от того, что мы не слышим, мы построили 110 детских садиков. 110. Мы первые среди миллионов городов. Да, спасибо Антону за оценку нашей работы, но мне есть загни пальцы, в отличие, сравниваю с другими мэрами миллионов городов. Мы больше всех построили детских садов, школ, поликлиник. Мы отремонтируем все поликлиники. Доволен я своей работы? Нет. Я хотел бы больше. Я хотел бы уважаемому сказать, что в этом году мы еще два детских сада, но на все нужны деньги. И мы планируем. На вопрос ваш планируем? Да, планируем. Ну, мне надо... Пожалуйста. Завод строится будет тогда. Пожалуйста. Что? Нет, вы говорите... Все их дают деньги, они его расплиты. Нет, проявите, я тоже живу в этом доме, непосредственно в этом доме. Вы говорите, что нужно денег, денег нет. А как тогда завод строится? Ну, я же вам сказал, что в городскую, что сейчас мы с копеек не тратим, через деньги. Ну, и вы обслуживать будете на какие деньги тогда? Зеленый тариф, прочитай. Зеленый тариф, биллиард рублей, вот и дар. Я там, я там не буду, я его уеду. Я уже хотел услышал. Смотрите, вы говорите, давайте вместе будем разделять мусор. Поставьте мусорные эти бачки разделить. Я понимаю, что поначалу не будет это все идти. Тогда нужен контроль со стороны властей. Да, может быть увеличить штрафы, да, может быть увеличить качество декаблицетов. Без этого никак не получится. Нет, но через штрафы мы точно не хотели бы... А поэтому нужен контроль, нам только странируешься будет. Вот я, понимаете, я тебя перебью. Я выхожу, иногда начинаю бороться с людьми, которые паркуются на газор, паркуются на зеленый, на татуар. Я вижу людей, которые выходят из дома, вместо того, чтобы дойти до мусорки, бросают это все в урну. Я с ними пытаюсь бороться, но я не могу это сделать, меня не слушают. Драк устраивать это глупо. А где контроль, который должен за этим следить? Я пытался обращаться куда-то в структуру различных, ГАИ или там народный контроль. Мне, в принципе, дали понять, что вот сейчас, например, что-либо в Рисаде или фотографировать на кого-то бесполезно. Зима, не видно же. А где кто? Уважаемый, вы не представились? Я говорю, меня зовут Решат. Решат, вот смотрите, у меня в Казани у нас с вами 5200 квартирных домов, да? Ну, в среднем по 6 подъездов, да? Это порядка 35 тысяч подъездов. Вы можете представить количество милиционеров, если вы сами... Вот спасибо вам, что вы неравнодушны, что вам не все равно, что кто-то на газон заехал, кто-то там мусор выпрысил. Но если мы с вами не начнем уважительно к своему городу, по гнезду, к вам относиться, откуда мы столько милиционеров возьмем? Если вы сами не представляете, что у нас здесь живут, то так же не надо держать рукой и ничего не будет. Решат, я надеюсь... Это дело не в том, чтобы время у вас будет везти, но это должно сознательно касаться всех. Во время работы, мы сработаем. Согласен, согласен. Спасибо за вашу позицию. Прогласен. У меня зовут Елена, и вы будете говорить о своих детях. Ваши дети имеют возможность в этой рубежике жить в нормальной экологической стране? Не до этого. Вала садался. Я один из моих детей из Казани и уедет. Я уверена, что они уедут, если здесь начнется глобальное экологическое... Давайте не переходить на какие-то обвинения. Вы не имеете права, если у вас есть вопросы ко мне, пожалуйста, задавайте. Мои дети живут в Казани. Я просто хотела. В университете. И не надо оскорблять мою семью и, пожалуйста, задавайте уважение. Вы приедете, чтобы создать проблему. Вашей семье я не оскорбляла. Я хотела сказать, что здесь живут очень много семей и детьми. И мы не хотели бы потом смотреть в свои дети в глаза, когда мы будем их отправлять на химиотерапию. Потому что уже давно доказано, что этот забот, он не несет никакой... Ну, он несет... Он несет очень большой вред для окружающих детей, для здоровья наших детей и нас один. Я вас слышал. Юля, я вас слышал. Понимаете? Да. Значит, вы уже по неску раз, товарищи, уступали. Давайте. Значит, наша первая встреча. Это наша первая встреча. Пожалуйста. Меня зовут Алексей. Давайте договоримся, завершающий свет и дайте я вам такой же... Значит, я житель самого февраля. Пожалуйста. Алексей? Да, Алексей. Пожалуйста. Хочу сказать вот что. Во-первых, откуда берется недоверие жителей? Как? Ну, откуда берется недоверие, чтобы вы понимали, недоверие жителей к властям? От того, что решения какие-то принимаются где-то втихаря, в куварах, долго замалчиваются. Мы, жители самого февраля, я за других не собираюсь говорить, не знаю, не могу сказать. Но я знаю, что жители неоднократно, самого февраля в частности, обращались еще в прошлом году в администрацию города, в администрацию кировского способа, с письменными обращениями, с устными обращениями, по поводу места строительства завода и так далее. Но нам, однако, ни одного ответа точного не было дохода. Или распорядочные ответы, или ответа вообще не было. Это первый момент. Первое, одна из причин недовольства и недоверие жителей к вам. Ну, не к вам лично, а к властям в целом. К принятию решения. Да. Во-вторых, значит, нет общественного публичного обсуждения принятия решений. Земельный участок, вам выделен РТ Инвест тихаря, где-то чем-то распределили, рассовали, значит, распределили, уже переводят в составе сельхоз назначения в промышленное назначение. Значит, жители об этом узнают постфактум. В-третьих, значит, на заседании кабинета министров Алексей Валерьевич, мы слышим, заявляют однозначно свою позицию о том, что заводу быть однозначно. То есть, никаких несрушений, ничего не проводилось. Завод быть, все нормально. Жители не интересуют никого. Это третий, следующий момент. Следующий момент, значит, в словах ППРФ. Значит, первая очередь, 22 домов. Шесть с половиной тысяч квартир, около 20 тысяч жителей. Но мы с вами знаем, что 20 домов, это только начало, это первая очередь, будет вторая и будет третья очередь. В общей сложности, это 95-18 этажных домов. И общее население 50 тысяч человек. Вы об этом прекрасно знаете. Значит, для чего? Мы понимаем, что от Оксинтеза очень много вреда. Это мы тоже понимаем. Но вместе с тем, мы понимаем, что Оксинтез был построен много лет назад. И сейчас мы его одними физически не можем. Для чего? Значит, в новом жилом микрорайоне. Сюда растет Казань. Это все в Казанце. 50 тысяч жителей. С детьми, молодые, семьи и так далее. Для чего развивать в этом направлении город? Если потом следующее за ним решение принимается о том, чтобы здесь построить отравляющий этот завод. То, что этот завод будет отравляющий, это для кого секрет. Потому что мы с вами взрослые люди и понимаем, что если что-то горит, то обязательно что-то из этого пахнет. Ни один костер не бывает без вреда. Значит, что касается... Мы понимаем, что там и мусор несортилованный и прочее, это тоже большая проблема. И то, что отходов много, вы говорите, 600 тысяч, мы не знаем, сколько тонн. Возможно, это так, да? Может быть, даже больше. Действительно, со временем человек много мусор производит. Значит, дальше речь идет о том, что при сжигании мусора, естественно, газы-то тень ищем уделяться. И на самом деле, вот вы говорите, давайте в рабочую группу, куда-сюда, давайте оценим там. Все, почему-то вы предлагаете свозить на экскурсию, ну, я так условно говорю, да? На такой же завод, да? Почему-то... Мое предложение, значит. Во-первых, а, Игорь, еще один момент. Вы сегодня уже тоже неоднократно говорили о том, что давайте проведем оценку. Мы, простые жители, мы не знаем, мы не мы и не экологи. Ну, тут есть несколько экологов. На беззотом. Хорошо, хорошо. Но суть не в этом. На беззотом. Эльсу Раисович, суть в том, что мы здесь большинство просто жителей. Мы где-то задним умом понимаем, но мы, конечно, сейчас уже не только задним умом. Мы уже почитали кое-что, есть информация доступная, и уже кое-что больше понимаем в этом вопросе. Потому что, ну, благодаря вашим решениям, в том числе, ну, не вашим личным, я имею в виду, решениям властей, нам пришлось и с этим вопросом познакомиться. Значит, мы понимаем, что это очень предное предприятие. Говорите, давайте проведем оценку. Оценку уже провели на прошлой неделе на телеканале «Общественная телевидение России». Была передача, посвященная вопросу, проблему словах и проблему решения узорного вопроса. Ну, там, в частности, конечно, большая часть передачи была связана с «Общественной гостью», ввиду известных событий. Они только начали с «Общественной гостью». Они только начали. Мы это понимаем. Не дай мне быть данным. Мы это понимаем. Мы это понимаем. Я вам хочу сказать. Вот сейчас нам есть в СССР. И деньги есть, и ресурсы есть громадные. И президенту страны докладывает, что в лучшем случае, через 4 года, они смогут найти решение проблем этих свалок. А как же ее надо жить? Вчера в Коломнии, в Коломнии, в СССР, сибирская язва и какой-то тихо. Люди живут в Коломнии, и я вам как мэр говорю, решение, вот хоть триллион денег будет, они сейчас решить не смогут. На это надо 5 лет. Я понимаю, что свалки – это большая проблема. Я знаю, как Кадышевская много лет горела, как Саласырова горела. Все это я прекрасно понимаю. Значит, суть вопроса вот в чем. Суть проблемы вот в чем. Оценку дали профессиональные экологи. Так вот, на этой передаче выступал Алексей Андрей Сергеевич Пешков. Это экс-директор всероссийского НИИ охраны природы. Заслуженный эколог России. И он четко дал понять. И причем он не только в этой передаче, он и по радио выступал, я потом интервью нашел, и по радио, и других, и так далее. Значит, суть вот в чем. Он говорит о том, что, ну, я не могу точно сказать, но почему-то я верю ему больше, чем вам, извините, конечно. Но вы сегодня тоже признаете, что вы тоже профессионалы и верите. Алексей, абсолютно право. Поэтому я вам на вопрос, знаю ли я, уверен ли я, я вам точно так же, что нет. Так вот, суть тезисов вот в чем состоит. Значит, мусоросжигающая переработка, значит, мусоросжигание, точнее. Это устаревшая технология, от которой в Европе уже отказываются. Сегодня выступающие уже говорили о том, что с 1 января, с 1 января 17-го года Евросоюз отказался от мусоросжигания. Значит, есть на сегодняшний день мусоросортировка, мусоропереработка, современная мусоропереработка, пиролис, наконец. Это тоже за один из способов, который менее вреден. Это безгезбородный способ. Но, как вариант, понимаете, то есть есть, я хочу сказать, что есть варианты, но даже сортировка и так далее. То есть есть варианты. А вы почему-то говорите о том, что нам только мусоросжигание и все. Это один момент. И второй момент. Действительно, зачем строить густонаселенный район, а потом в 5 километрах построить вот такую печку? Нам это не надо, мы против. Хорошо, Алексей. Спасибо. Во-первых, вы правы. В завершении. Вот у женщины хотелось ребенком выступить. Алексей, из того, что вы сказали. Во-первых, вы правы, что наша встреча, наверное, должна была состояться чуть пораньше. Я это признаю. Во-вторых, вы правы, что я не являюсь специалистом в области сохранения, там, мусора, сжигания. Я не посвятил этому, там, не учился. Я не являюсь специалистом. Ровно так же, как и вы, я озабочен как мэр, и я хочу жить в экологически чистом городе. Поэтому вы говорите, что с 1 января 2017 года Евросоюз отказался. Наверное, я как от России являюсь шейлом Совета Европы, вхожу, согласно указу президента, в делегацию. Я с удовольствием посвящу время, узнаю, куда я посоюз дальше. И я предлагаю, если вы отказываетесь, ну, я еще раз. Вместе с вами давайте выбирать варианты, давайте вместе с вами узнавать это все. Амин, давай, давай, я секундочку добавлю. На полминуту буквально, понимаете, если по стране смотреть, вот весь этот процесс сейчас идет, как лоббирование интереса инвестора на федеральном уровне, попытки заработать на мусоре, принося в жертву местное население. Уважаемый, у меня только одно желание. Найти решение мусорным, это моя работа как мэра. Вот еще раз, 1600 тонн в год вырабатывается. Нет, я согласен, но решать надо причину. Если вы это увидите, в момент, как пройдет, давайте перенесем к городу. Алексей, мы о чем говорим? Алексей, еще один момент. Вот вы говорите, мы выйдем на нулевой, на нулевой закон. Это неправда, потому что при сжигании отходов все равно образуется шлак. Причем этот шлак, он намного токсичнее самих отходов. И его тоже надо захоронить, то есть тоже нужен полигон. Вот в чем дело. Хорошо, Алексей, уважаемый, вот я еще раз говорю. Я не являюсь специалистом в области мусорных веков. Я приехал к вам, и это наша первая встреча. Я согласен с вами, что эти встречи нужно было провести раньше. Теперь, что я предлагаю? Всем желающим подойти к столу, оставить телефон, контакт. И следующая наша встреча, мы создадим определенный ресурс интернет, где мы будем общаться. Создадим, подготовим те вопросы, которые к следующей встрече. Следующая встреча, 14 апреля, с представителями ОТГ Инвеста. Алексей, вы правы, что я тоже задам вопросы, которые я пока... Вот Антон, допустим, говорит, что не идет этот шлак на строительство дорог. Ну давайте спросим, посмотрим, да он идет. Но они не захоронили его. Они, насколько я получал ответы на этот... Как МЦЗ-3, брошут карьер. Антон, вот когда я их тоже... Я еще раз говорю. Я приходил, спросил у директора завода, куда вы делаете этот... Они говорят, у нас идет на подсыпку строительство дорог. В России такой технологии, что они запатентованы? Наверное, Антон, наверное. Наверное, но это тот шлак, который по сравнению с тем, что мы имеем на наших даже современных, по нынешним российским экологическим нормам, восточного и химической, в любом случае, в архологии этого остатка, она менее токсична, чем в русском и не на открытой площади. Я приехал к тому, чтобы дальше мы это обсуждение... Мы сейчас не голосуем. Быть за воду, не быть за воду. Нет, подождите, я еще раз говорю. Нет, ну, ну... Не быть, не быть! Я вас услышал. Я вас услышал. Только давайте дальше. Как быть с высором? Как быть с мусором? Перерабатываем. Хорошо, Антон, элементарное решение. Дайте вам решение. Дайте вам решение, пожалуйста. Элементарное решение. Антон, очень хорошо. Очень хорошо. Мы вас выслушаем. Я год добивался, а то, чтобы была рабочая комиссия... Антон, вы добивались. В огне тренирует системы отдельных урожай. Все, Антон. Спасибо. Все, я игнорирую. Все, я ведомство. Но, Антон, мы сейчас договорились о том, что... Мы договорились с Антон Домерычем, Фаридовичем, что это будет открытая работа. Для санкетов, все, достаточно. Все, все, все. Не надо повторяться. Мы... Не по мусору сжигать. Поэтому, уважаемые коллеги, дорогие неравнодушные казанцы, я хочу поблагодарить за то, что мы собрались. Сказать, что эти встречи в составе рабочей комиссии будут постоянными. Сказать, что... Антон, то, что вы предлагаете, то, что Альбина предлагает по сбору мусора, то, что мы разделим, то, что Альфред Фаридович предлагает вернуться к каким-то вопросам хорошо забытого советского прошлого. Давайте предлагаем. Продолжение следует...